О, смотрите, Салам Алейкум, говорит, почему ты сбежал как трус, почему обратно не подошел к нему, он тебе ничего не сделал, как лорд сказал, что ты подозрительный, поэтому тебя остановили и правильно. Хочу обратиться к твоему постоянному зрителю. Если ты ищешь правду и справедливость, то загляни как-нибудь в подвальные помещения любого РОВД, УВД или МВДЧР. Ты знаешь, у меня нет вообще такого понимания, что есть вот республика Ингушетия и вот Чечня, и это две разных республики, и вот между ними должна быть какая-то жесткая граница проходить, что вот здесь что-то тут. Как не остановить бегущего бизона, так же не остановить боющего кобзона. Когда была Ичкерия, говорит, какую-то пользу принес Ичкерия. Я принес пользу Ичкерии тем, что не принес ей никакого вреда. Я учился тогда в школе, я был школьником. Я набирался знаний. Вот такую пользу я принес своему государству. Добрый вечер. На чьей стороне правда в Нагорно-Карабахском конфликте, по твоему мнению? Добрый вечер, Артем. Я уже неоднократно свое мнение по этому поводу говорил. Я на том, на чем мировое сообщество. Есть резолюции ООН по поводу этого конфликта. Я думаю, что они отражают ту действительность, которая там есть. Никархоль. Резолюция ООН отдала земли Палестины, Израилю. Твой ответ про Карабах. Если ты не помнишь, и земли Ичкерии тоже захватили власти РИ, заранее подчеркнут, что ингуши наши братья. Но ты искусно, как ты думаешь, обходишь это. С такими позициями ты не имеешь никакого права опираться на Ичкерию. Слушай, что в твоей голове, Никархоль? О чем ты вообще говоришь? Ты вообще в курсе Палестины-Израильского конфликта? Ты вообще знаешь, что там не земли чьи-то были отданы? Как раз таки сегодня весь вопрос этого конфликта заключается в том, чтобы вернуть Израиль в границы тех резолюций ООН. Они просто вышли за эти границы. Там в этом все противостояние. Поэтому ООН там никому ничего не отдавал. И ООН, кстати говоря, и призывает их вернуться в рамки тех самых границ. Но Израиль не возвращается. Что касается республики Ингушетия, кого она там захватила. Ты знаешь, у меня нет вообще такого понимания, что есть республика Ингушетия и Чечня. И это две разных республики. И вот между ними должна быть какая-то жесткая граница проходить. Что вот здесь что-то должно быть именно закреплено. Что вот это вот их, а вот это нас. Я вообще эти вещи так не рассматриваю. Для меня не существует никаких границ между Чечнёй и Ингушетией. Не должно быть этого. Вот я убеждён в этом, что мы должны жить, не имея вообще понимания, что есть какие-то границы. Не должно быть этого всего. И то, что сейчас там кадыровцы пытаются раздуть какой-то конфликт, я убеждён, что это всё делается только для того, чтобы отвлечь внимание народа от какой-то темы, которую они хотят пропихнуть. Когда настанет тот день, что в Чечне и по ЧГТРК они будут восвалять семью кадыровых, называть даже мечети их именами, причём дядями, матерями, скоро детьми будут называть такими темпами. Да лабо от уловил, амин, амин, амин. Но пока они там будут, этого, наверное, не случится. Потому что им очень важно вот этот культ насадить народом. Они же понимают, что сам народ не пойдёт никогда и не назовёт ни улицу, ни сарай даже не назовёт именем этих предателей, этих врагов нашего народа, этих преступников. Никогда не назовёт сам народ. Поэтому они что делают? Они заставляют это делать. Они это насаждают. А пусть они попробуют этот вопрос оставить на усмотрение людей. Они сразу увидят, что появится улица имени Юсуфа Тимирханова, имени Шаиха Мансура улицы появятся, улицы Байсангура, Зелимхана Абрека, Хасуха и Магоман. Да сколько их? Сколько их чеченских героев? Они увидят, что их именами будут называть. А именами этих преступников никто ничего не будет называть. Как ты можешь поддерживать власть, которая напала на детей женщин, убивала, воровала, торговала людьми? Никогда такую власть не поддержу, которая этим занимается. Я, кстати, поэтому не поддерживаю эту власть, потому что она занимается всем тем, о чём ты говоришь. А та власть, которую я поддерживаю, которую я люблю, она никогда этим вещами не занималась. Приветствую вас, Саламу Алейкум Табракату. Разъясни, пожалуйста, насчёт бороды в Кичне. Я не совсем понял, что означает козья коса и всё остальное, связанное с этой темой. Саламу Алейкум Табракату, Осман. Я как тебе это могу объяснить? Я слышал лишь то же самое, что слышал ты. Вот как он это объяснил, вот так это и нужно понимать. Никак иначе я это не объясню. Я сам как бы в шоке, на самом деле, от этих рассуждений. Я сам в шоке от того, что борода человека может делать из него хорошего или плохого человека. Это, конечно, все жесть полная, но, к сожалению, таковы реалии в Чечне. Гырым Суалта. Ассаламу алейкум. Томсо, как ты думаешь, почему чеченцы не вымерли от голода и нищеты 300 лет назад до прихода, сам знаешь кого? Алейкум ассалам. Я, честно говоря, не знаю до прихода кого ты говоришь 300 лет назад. А, знаю, конечно. Все, понял я твой вопрос. Понял. Ты имеешь в виду, почему мы все не умерли до прихода России? Я понял его вопрос. Он задает его, как бы, тролля тех, которые говорят, что это Россия пришла и принесла нам цивилизацию, чуть ли там на ноги нас подняла. Почему мы до них не умерли? Он говорит, если они нам все принесли. Потому что, я тебе скажу, почему мы не умерли. Потому что, когда мы жили в нашей стране, на нашей земле и имели уже вот эти вот, то, что сегодня люди называют демократией, демократическими какими-то ценностями, а мы это тогда уже имели. И только у нас это, правда, было не в рамках демократии, даже не в рамках религии, потому что тогда еще мы, ну, не все наше общество было уверовавшим. Однако уже тогда у нас был принцип вот этого вот народного правления, когда было что-то типа парламента, мехкел, когда у нас никогда у чеченцев не было никаких князей, не было никаких правителей, королей, падишахов, не было у нас этого никогда. То есть, то, чем сегодня гордится, допустим, Россия, у нас это было еще далеко до того, как вообще появилась сама по себе Россия. Еще не было самой России, когда у нас уже было это все. О, смотрите, Салам Алейкум, говорит, почему ты сбежал, как трус, почему обратно не подошел к нему, он тебе ничего не сделал, как лорд сказал, что ты подозрительный, поэтому тебя остановили и правильно. О, алейкум ас-салам, почему ты сбежал, первый вопрос, я сбежал, потому что я спасался за свою жизнь, за свою честь, за свое здоровье и за жизнь и здоровье своих родных и близких, поэтому я сбежал. Почему, что там было еще, почему я не подошел обратно, ты, по-моему, писал, а, ты написал, что я подозрительный, мол, что во мне подозрительного? Ну, как это понять? Подозрительный, это, допустим, есть, ну, например, я приведу пример, есть некое преступление совершенное, и есть какой-то там фоторобот, допустим, или там приметы того человека, который совершил это преступление, допустим, я говорю, и я, например, на него похож, и в этом случае меня, допустим, останавливает полиция, я подчеркиваю, не руководитель администрации, главы там и чего-то, чего-то, а полиция меня останавливает и говорит, так, уважаемый, мы попросим тебя там предъявить документы, допустим, вы проходите вот по приметам, вы очень похожи, можно посмотреть ваши документы, допустим, раз там, и, например, если я очень действительно на него похож, то, что я допускаю, что меня можно, например, повезти в отдел полиции и провести там, ну, чтобы я объяснил, допустим, где я был там, момент совершения того преступления, может, есть ли у меня какой-то, ну, в общем, провести какие-то там действия, вот эти оперативные, полицейские. Но это ведь должен делать полицейский. А как это понять, ты был подозрительным? Для кого? Для руководителя администрации, главы и правительства Ченской Республики? Он что, знает о каких-то подозрениях? Он кто вообще? Как он может тебя похищать и с тобой какие-то проводить действия? Как он это может делать? Саша Белорус, доброго вечера, Тумсо. Выскажи свое мнение о Вячеславе Суркове. Он чеченец, он чеченец, и правда, что его настоящая фамилия Дудаев. Крепкого здоровья тебе и большое спасибо за смелость. Добрый вечер, Саша Белорус. Да, это мое мнение о нем, ну, как и о любом другом российском чиновнике, о нем мнение не может быть позитивным. Что касается чеченец, он чеченец, и да, его настоящая фамилия это Дудаев, это правда. Хочу обратиться к твоему постоянному зрителю. Если ты ищешь правду и справедливость, то загляни как-нибудь в подвальные помещения любого РОВД, УВД или МВД. ДЧР. Объясни постояльцам этих помещений, что ты на пути Ахмада Кадырова и что все это во благо народа. Все-таки печально слушать ложь, когда знаешь правду. Да, хорошая была такая возможность у людей заглянуть туда, посмотреть, попытаться им что-то объяснить. Собака лает, караван идет, держи Сахи. Томсо, реально, очень уважаю тебя, и что мне еще нравится, ты молодец, очень спокойно реагируешь даже на негативные или резкие комменты. Настоящий мужчина именно так и ведет себя. Я думаю, что иначе тут никак и не отреагируешь. Но как я буду иначе, что я буду на негативные комментарии как-то отвечать так же, оскорблять там, что-то такое делать. Нет, конечно. Любая большая ложь, как правило, спотыкается об зернышка правды. Вахаб Малскер, как говорил Винсент Ван Гог, сын пастыря и живописец. Я не пишу свое имя на холсте из-за того, что люди коверкают фамилии под свой лад. Ван Кох, как не остановить бегущего бизона, так же не остановить поющего кобзона. Поющего кобзона уже остановили. Субтитры сделал DimaTorzok